Хелло, комрады! Смотрим мы с вами европейский, значит, регион, иммортал, дивизион, Омега Лигу. И у нас студия аналитики, и мы готовы с вами обсуждать вторую карту в рамках второго BO3 сегодняшнего дня. У нас Five Men против NIGMA и команда... О, NIGMA, господи. Нигма, Нигма, да. Я просто опять, у меня в голове проблема с ликвидами, только что были ликвиды, а потом NIGMA, на самом деле, играла когда-то в ликвиды. Может, с командами проблема? У меня постоянно с командами проблема, дикие, вообще необычные. Я кому-то не с командами проблема? Может быть, и с головой тоже. Но мне, кстати, очень сильно напоминает лого Five Men в голову одного нашего режиссера белорусского. Есть такое, но раньше логотип у них был все же лучше. А я не помню, какого у них было. У них был логотип, где вот калаш из пяти их физионом. А, ну да, да. И такой стрелкой, стрелой стоит. Вроде как, да? Ну, типа того. Как-то как-то... Five Men в этот раз эти забрали себе Феню. Опять же, интересно, будет ли борьба за Дейса. Ну, тут сейчас драфт просто как бы изменится, и игра будет чуть по-другому, потому что не будет такой закрывашки, да, Бурдена Инвокера. И что ж, что я просто аутов уже не остается, что либо тебе делать. Здесь уже как-то более балансные будут. Сидишь ты, думаешь, размышляешь, а они просто перед Вингу. Да, они просто не парятся. Какой ДС на ФП, какой Клокверк, какие герои, которые сейчас рейтятся. Если есть Винга. Да, Тинни еще какие-то брать. Надо потом будет еще бегать, кнопки нажимать на нем. Вот Винга, вот этот герой. Не, вообще, я не знаю, от чего думают о себе Нигмы в данный момент с точки зрения месторасположения в группе. Потому что, ну, вчера они проиграли Evil Genesis, если сегодня еще проиграть команде, которая вышла из квалификации, которая явно не претендует на то, чтобы быть там не топ-1, не топ-2 даже своей группы, не топ-3, наверное, то, наверное, стоит все-таки вот здесь выигрывать, чтобы потом не напрягаться. О, Аркварден, здорово! А его сразу банят просто во второй стадии. Он бы первым баном отлетел бы, как произошло на первой карте. Да, поэтому, знаешь, у меня такое ощущение, что Нигмы реально без куры, у них какая-то огромнейшая проблема. Потому что вот эта вот надежда на Миракла, то, что мы берем ему героя прямо самого жесткого лейтера, который там раскачается и будет нам тащить, ну, это странно. Кто он у тебя? Потому что как будто они на каком-то минус-морали, на каком-то тильте говорят, кто, если не ты? Вот, и сразу ему забирает такого персонажа. Потому что Аркварден, ну, реально по ситуации персонажа. Зачем ты его сразу забираешь? Согласись, мы с тобой видели, ну, во-первых, камон, драфты на второй пик керри позиции, это уже дефолт, достаточно давно теперь. А во-вторых, мы с тобой лично видели эту ситуацию, где у Нигма не шла игра через мидера, да, не шла игра через Виху вообще. И они очень плотно налегали именно на Миракла и на надежду того, что он вывезет. И вся игра строилась вокруг того, что либо он вывезет, либо нет. И в таком случае, типа, либо выиграет, либо нет. Потом у Вихи все стало получше, но мы с тобой на Боковеле это вживую наблюдали. И не только на Боковеле, у них на некоторых других кланах такая же тема случалась. И просто день, видимо, такой, или там не день, а неделя, например. У тебя просто закрывающий, 24-й, ты можешь как бы оставить все, что угодно, подумать, посмотреть на вражеский пул. Ну, видимо, ты подумал и решил, что вот Винга и Аркварден — это хорошая стратегия, ты сразу ее берешь. То есть сильный персонаж, который забустится о Тауру и Винги, вот, и есть понимание, как этим играть. Ну, пусть будет так, пусть будет так. Ну, опять же, я видел Миракла и Аркварден, и в целом это единственный Аркварден, который поднимает винрейт этому герою. Потому что у нас был Зитрах где-то на днях, два раза проиграл. Согласись, он играл за команду, которая... Какая разница, у нас дура чего играл, у нас много кто играл, просто, опять же, вот они играют кто-то там получше, кто-то похуже, но недостаточно хорошо, чтобы победить. Хотя, ну, герой позволяет, просто еще недостаточно хорошо нажимать клавишу, то есть плохо принимает решение, не хватает где-то там макро, где-то микро, то есть где-то страдают. Вот у нас эталонный Аркварден, который, типа, пока взял в видирование. Миракл сам бегает и сам себе его берет сразу. Вообще не парится. Ну и просто заберет сейчас поднимать стратегию, читает герои, которые будут свои скрыть, пока он набирает слоты, потом он выигрывает игру. Забанит паря, забанит спектру, забанит бессмастер, всех, кто его сильно ловит, мешает. Ну, там еще целый набор героев, которые довольно неплохо. Ну, я вообще рассчитываю увидеть какого-нибудь, я не знаю, там, грим-фантомка, например, от файфменов, чтобы как раз скибать в герой, который вот доходит, добирает, забирает, набирает, убивает и так далее. Но это все потом сейчас в драфт-нигме, им нужно как раз-таки подкрепу взять. То есть Аркварден сильный герой, если до него не могут дойти, и он на салтах стоит, бьет. То есть нужно что-то, что независимо от кулдаунов просто может драться, вот прямо со старта. У нас условно-тиг, например, все еще есть, и не в бане. Можно его все еще взять. Довольно странно, кстати. Особенно если взять то, чтобы от Муза чем-то забанили файфменов. Ну, как так. По итогу, да, Рубена. Ну, сильный лайн сейчас делают, а не Рубик плюс. Например, Кентавр. Кто-то. Да, Марс тоже самое можно. Например, ну, Марс, у него все-таки, опять же, сильная зависимость от ультимейта, а Кентавр, он больше зависит от стомпа. Те отрезают очень много парней, которые рейнджевики. То же самое Террорблейд. Если его возьмут, а Террорблейд перебивает Арквардена, Марс его неплохо закрывает. Они нам показывают то, что Клок тройка? Или это типа Керри Фури? Да как угодно может быть. Фури также пять может быть. Ну да, но это получается Клок тройка. Или Феникс четыре. Может быть, Феникс три, Клок четыре, Фури пять. Может быть, Клок пять, Феникс четыре, Фури три. Все, что угодно. Опять же, Клок сейчас... Вот Свен находится там в топах по винрейту, по всем параметрам. И Клок вверх рядом с ним. Клок сам популярный, наверное, герой. Что-то из этой серии. Ну, по крайней мере... Ну, он в топах вот этого классического. Да, Феник, Клок. Что у нас там еще? Магнус Дум. Наверное, топ четыре. Ну да, там же. Клок, мне кажется, очень круто на трех позициях смотрится. Две саппортящие. Ну, тройка по ситуации, но все равно тоже. Сымкинг. Ого, все свежее. Мне кажется, Минк Тролл сказал все, что угодно. Только не трента, пожалуйста. Только не Сымкинг. Скорее, Серега прав. Окей. Не, они на самом деле вполне могут. То есть, позволят себе парофли. То есть, группа смерти в группе Б все еще. В группе А у них впереди матч против ВП. Легкий против Нави, легчайший. Поэтому, может быть, они просто не парятся. У тебя после ВП была такая пауза? Легкий против ВП? И потом Нави? Ну, легчайший против Нави, потому что та же группа. Zero проблем должно быть. Ну, сейчас я посмотрю, с кем он еще играет. Ну да, им играть против ВП. Против Нави, по идее, против кого-нибудь. Так все, по-моему. Все, да? Кек В. Да. Ну да, да, давай заливай, что. То есть, вполне можно, опять же, если я правильно понимаю, у них 1-1. У них 1-1, да. То есть, если сейчас даже будет 1-2, ничего страшного. В этих группах лучше вообще не швить ни с кем. Потому что у тебя викинги и вот. Ну, ребята, которых все недооценивают, да, темная лошадка. Один, кстати, из лучших, кто может играть против Арквардена. Отстоит, а он против Сенкинга, вот вопрос. Да, тут, в смысле, лучше и Аркварден. Он сам Йолнир собирает, иллюзиями Йолнир собирает. В смысле, я тебе говорю, это челик убивает. Если там буквально, ну, то есть, на слотах Арквардена там не существует, даже как пастера. Там в соседней комнате парень постоянно на сотку забивается, непонятно с кем. Можешь к нему сходить, он сейчас прямо скажет, что Аркварден, изи. Но я тебе сообщаю, что если у них одинаковые слоты, на 4-5 слотах, тут такая Габелла приезжает Арку. И вот здесь никто не сейвит, кроме этого. Кроме вот типа Венга свапает, но это Рафлан лицо. Венги и Скорпиона. И сейчас бы еще Рубик. Лансерова закроют вообще без вопросов. Спасибо, Серега. Аркварден вообще ничего не поможет. Спасибо, Серега. И с тобой этот парень за сотку прямо сейчас готов. Просто у молодого человека на Арквардене у него просто нет башера. Вот в чем проблема в лейте. Кстати, вот некоторые моменты такие у нас уже возникали, что башера как бы нет. Но можно собрать башера для живого героя, он тоже будет работать. Не вопрос. Я даже пару раз уже видел. Ради бога. Я без силы видел. Я думаю, что он скорее до Фиксада живет. Какие-то еще новости? Сотка уже положил. Сотка лежит, да. Минус Кентавр. Да, они банят тройки сейчас в том, что верят, что у 5-менов нет тройки. Хотя у меня есть подозрение, что у них нету мидера. Я тоже думаю, что нет мидера, но они подозревают, что Фурион. Ме. Типа центр. Как бы расставить так лайны, чтобы у Лансера все было хорошо. Феникса туда ставить. Феникс слабоват. Просто ливайший загрыщий, а считает Хантер центр. Как вообще сделать так, чтобы у Вихи был тот герой, на котором ему будет комфортно исполнить, а не то, что мы видели до этого и вчера тоже. Смотри, сейчас 4 на 4. Нигма сильнее, у Нигмы закрывающий. То есть нужно просто придумать этого героя. Звучит как неплохо. Все еще пока что. Знаете, профит пятерки ставить. Бабиситтера для Лансера. Он погоняет двоих этих персонажей, потому что Рубик ему с Энкингом вначале практически ничего не делают. Он там с пинками их просто выгонит оттуда. Феникс, Клокверк в оффлейн. Причем Клока даже можно сделать чуть ли не трехой. Я полагаю, что Нигма хочет Эмбера к 100. Эмбер же не в бане? Да, не в бане. Так, слушай, так тут вообще изи Эмбер. У тебя кетча на тебя мало, а ты против ПЛа. Sounds not bad. Нет, и 4 плюс 1, если взять Штарк, будет АФК в тарелку некоторое время, ты с этим набором достаточно хорошо выглядишь. Эмбер просто очень плохо работает против ПЛа, если нет Магнуса какого-то, что-то из этой серии. Ты не собираешься в... Я не имею ввиду в диком лейте. У них ровно одна проблема, что вот 4 героя, никто не хочет идти первым. Судьба хочет стать Сан-Суап, Скорбон хочет стать... Ну вот тебе инициатор. И так далее. То есть нужен какой-то герой, который встанет, пойдет. Так нет, у тебя должен быть типа человек, который инициирует, а не встанет, потому что вставать будет потом Сан-Кинг, потому что у тебя двойная инициация. Смотри, допустим, бежит на тебя ПЛ. Скорбон такой, ну надо просто сказать эпицентр ворваться. Но он где-то далеко это делает, он не просто прыгает. И у тебя, получается, нет этого героя, который пойдет вперед, который встанет, который впитает, в которого все эти ребята будут декастовывать, вторым номером ставиться. Короче, я за имбирали, наверное. А 5-меном какого-нибудь, что? White Spirit туда надо ставить для 5-мен, чтобы как раз это все закрывать, напрыгивать, сайлансы. Это все очень хорошо работает. Вингу отрезать, чтобы она не свопала. И это Панга. Панга, 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 Панга. В оффлейн. С Фениксом. Значит, Profit Middle. А может Панга Middle? Клок. А? А может Панга Middle? Ну все, посмотрим. Паласпеку. Я за Стэдхантера в центр для Нигмы. Они его не возьмут. Ты же понимаешь, да? Если шоу, вот так раз-таки он с Павелом разговаривает просто на ура. Тогда уж тимбер. Ну, можно идти. Кстати, тимбер вообще шикарный. Почему нет? То есть он такой вот, именно жирный герой, который прям пойдет первым. Underlord соло-митриня. Все устроит. Underlord, да. Жесткий, соло, центр. Это неплохо. Крепкий парень. Любой. Тайхантер плохо. Не Кунка. Кунка тоже ничего. Визаж не хочешь ты первым. Тоже. Визаж ты просто не хочешь. Панга фигня, конечно, да. Хотя, если у Визажа будет все неплохо, арквардно. Ну не, Визаж не надо. Визажа поставить Скорпиона в центр. Я просто предлагаю с точки зрения логики Нигмы именно. Они же любят наподобную грязь. Визаж просто хочет идти вперед под какие-то там плюс-минус артефакты, что-то ломать. Арквардно хочет идти назад под Мидас. Вот, и под Трэвела следующим митомом. Он просто не хочет воевать там минут первые 25, наверное, потому что он 4000 и вестит ни на что. Как бы на разгон свой. А как вам вариант пруду взять? Для Нигмы прямо сейчас. Вот мне. А чем ты ее будешь тормозить? Вот бруда неплохо. Панга на мит поставишь, и все, нормально. Ну еще. Хоть бруда съедать тебя. И это... Квапа. Все намного проще. Квапа утилитарная, простая квапа. Вообще, как я думаю, здесь надежда у Нигмы просто на два эти ультимейта. Если Син Кинг нормально не прыгает в драку под ВЛ какой-то свой же, то они проигрывают драку за дракой. Поэтому вся надежда на майн-контрол. Далеха для Нигмы. У меня тоже такая... Я на 5-мен тоже. Я опять на ланцера поставлю, потому что он здесь... А тут беспроекция ситуации. Я либо прав, либо хорошо 2-0. Ну, это понятное дело, что из-вин-вин, но, честно говоря, ощущение, что в сравнении с предыдущим драфтом Нигме намного проще здесь будет играть. Кнопки очень простые. Очень трудно позиционку выдерживать Нигме, потому что у тебя пангалер постоянно катается, Феникс тоже летает, яйцо ставит, это все начинается какой-то смерч и там в ланцер находится. И у тебя Аркварден не может просто стоять, потому что к нему залетает в купол в этот бабл постоянно пангач. В общем, не знаю, мне кажется, ланцер под этих суппортов должен перебивать опять же. И туда же Сэнд Шторм еще, и погнали. Так, ладно. Посмотрим, что у нас там при матче думает по этому поводу. Опять же, все еще, да, несмотря на победу первой карте у файвменов 2-25, а не у сайдера данного матча. 1 из 6 на Нигму. Напомню, что это все только по БО-3 серии. Опять же, отдельно и по картам коэффициентов вы можете найти у нас по трансляции баннерочек, получить бонус 100% к первому депозиту. И, соответственно, при матче уже все найти. Отправляемся к нашим комментаторам. Да, вы знаете, на первой карте мне немножко показалось, что Нигмы такое ощущение, что, ну, самую малость куражились вот с этими героями, с своими сборками, позициями. Ну, я просто пытался подобрать более такое нейтральное слово. Нигмы — это команда, которая всегда куражится практически. Они проводят сезоны уже не первый сезон в доте, примерно как у Джиги. На мой взгляд, чуть более серьезно по сезону. Суджи вообще там могут забивать на полсезона, ничего не делать. Ну, у них часто. Просто историю Нигмы, посмотри, это просто синусоида вот такая вот бесконечная. Они на пик поднимаются, там могут выиграть какой-нибудь мейджор или крупный турнир, просто вот очень круто играть. Потом на следующем турнире прям вот этот спад, его прям видно, прям плохо. И у них бывает в итоге, что просто как-то они не ахти выступают. Мне кажется, это абсолютно нормально. Эта команда уже полностью привыкла, мне кажется, к такому распорядку своего существования. Они, видимо, в какие-то определенные моменты начинают меньше уделять времени немножко тренировкам, расслабляются, говорят, окей, мы поиграем этот турнир, но мы там сами, сами ничего особо от этого не ждем. Там, будь что будет. Может, получится. Ну, я к тому, что вроде как на второй карте, я согласен, что более простой пик, и они уже показывали, насколько быстро они могут играть этим всем и заканчивать игры за 20 минут буквально с Аркварденом, с Кмин оф Пейн. Хорошая стратегия. Венгар Кварден мне всегда нравилась. Но увидишь все-таки, как ни крути, Эрмен, не Кроки. Все-таки тоже ослаблен довольно сильно Энигма. Более того, насколько я понимаю, нет такой ситуации, что Кроки, что называется, сидит у них за спинами или там в Дискорде где-то с ними и прям помогает, советует там и так далее. Снайпит варды противника, рассказывает, куда сентрии ставить. Хорошая стратегия в онлайне. Я думаю, каждая вторая команда могла бы так делать. Ну, почему нет? Ну, если бы дела не было. Две минуты. Ну, через две минуты все варды могут быть. Ой, ладно, это все равно это не... Сейчас мы придумаем эту стратегию, как выиграть им в ДОП. Нет, так именно поэтому онлайн любой турнир меня мало интересует. Ну, то есть, какие у меня гарантии и доказательства, что прямо сейчас и вот прямо в этой игре никто с читами не играет. Откуда я могу это знать? Не могу. Поэтому мне это все не особо онлайн. Я не доверяю ему. Это для меня так... Я считаю, что все-таки как ни крути, ланы нужны. Но пока у нас онлайн, окей. Я просто к тому, что Кроки не помогает. А Эрмен, он не этот... Ну, как бы не настолько хорошо играет. То есть, он, может быть, хорошо помогает, он же тренер и не просто так уже давно у них. Он все прекрасно понимает, он здорово, наверное, может советовать, придумывать какие-то фишки и прочее, прочее, прочее тренерская работа. Видится, стараться со стороны и так далее. Но именно сам игровой процесс. Все-таки смотришь, ну, хорошо играет. Хорошо играет и очень много моментов было крутых с ним, не знаю, но... Недостаточно. Ослабленный, ослабленный Нигма, безусловно, ослабленный. Не буду спорить. Вот. Это тоже, конечно, играет определенную роль. Что же подрафт в этой игре? На самом-то деле разного может... Расфарменный ПЛ может все это убить, но, опять же, вопрос только в темпе. Как бы Нигмы быстрее не задавили. Против ПЛ, кстати, хорошие герои, если что. Ну, реально неплохие. Сэнкинг против ПЛ всегда был классный герой. Квапа против ПЛ. Если игра идет у Квапы, если Квапа идет с хорошим темпом, рана получает 18-й, а Ганим берет, то... О, я где-то видел. Это жестко. Я сейчас вспомнил, у меня флэшбэк, у нас же недавно была игра как раз-таки с Зитрексом на так же Арквардене, где ПЛ его уничтожил. Просто, ну, там тотально перефарм был, конечно, и как бы очевидный был исход, что просто ПЛ уже один против пятерых дрался по Т4, его никто не мог убить. Здесь как бы немножко другие составы команды, и я думаю, что ПЛ не будет так легко. Скорее всего. И вот Аркварден. Против ПЛ, конечно же, герой не очень хороший, именно сам Аркварден. Но у Арквардена, даже и без ПЛ, практически всегда в сборке присутствует Мьолнир. Соответственно, Мьолнир на Арквардене довольно ранний. Это, опять же, Мьолнир на какого-то Сент Кинга, который влетает в этого ПЛ, и очень много молний во все стороны. То есть могут здесь Нигма вполне с этим ПЛ бороться? Могут. Притом практически даже и в лейте. Могут кое-как. Так что я бы не сказал, что ПЛ это здесь прям какой-то автовин. Но у нас в любом случае пока пытаются максимально комфортные линии поставить у нас те и другие. Наверх уже отправляется Фантом Ансер. Разнизу. Или, кстати, умирает. Да, Пайлайт Дай подставляется. И погибает ПБ. Забирает Роман, правда. Это минус. Лучше бы, конечно, какому-нибудь миру было бы отдать. Ну, все равно неплохо. Хоть кому-то, да? Так что нормально. Да, и трипла. Трипла. Импровизированная трипла. Очень неприятная трипла. Много контроля. На тройник много дэмэджа. То есть тут стан, флюкс. Плюс фейтболт. А потом все-таки к нас появится. Так, у нас получается сверху Квинур Пейн, да? Стоит, судя по тому, что я вижу. Именно так. Да, Виху у нас сверху. А в миде в итоге Сент Кинг получается от команды Нигма. Но Виху здесь неплохо так гоняют. А Сент Кинг стоит. Да, почему интересно. Я вот тоже думаю, почему вот так. А что за курьер? Это... Три-два-два! Чего? А почему... Как это вообще возможно? Почему он наверх прибежал? Может быть, на будущее под перетяжку Джейджи, как вариант. Возможно, да. Что-то не доконтролил явно. Виху здесь уже загнали под вышку. Есть, конечно, блинг, да? Он уйдет. Скорее всего, так и было. Трисимон, видимо, планировал потом дать ТП и курицу вел заранее наверх, но просто забыл про это. И забил ее в проекте. 75 на 1.25. Тем временем, коэффициентом второй карты у нас все еще явный фаворит Нигма. Вот. Виху продолжает забивать сверху. Снизу там третья смерть уже. У ребят из команды Five Men снова погибает Клокверк. И вот Джейджи, наконец-то, перетягивается наверх. Да, видимо, законтролился как-то, знаешь, за... Ну, активная очень линия снизу. И, видимо, потерял контроль. Бывает, бывает, бывает. Это на самом деле просто показывает нам всем, что мы не роботы, никто не роботы. Ошибаться это нормально. Ошибаться это нормально. Интересно в итоге решение именно поставить Сен Кинга на центральную линию. Неужели Queen of Pain было бы настолько тяжело стоять против Фориона? Я не знаю. Мне кажется, нет. Да вроде более-менее стоит. Как-то вот я видел этот матчап. Вроде жить можно. Возможно, именно не хотелось ставить Сен Кинга в рамках линии против ПЛ. Как наоборот. Вроде тоже нормально. Я про это же говорю. В этом ты и припомнил, что наоборот. Вроде как против ПЛ Сен Кинг это как раз то, что плюс-минус хочется. Он может качать пассивку и инвиз. Стана ставить в один, например. И ПЛ, на самом деле, не так-то и здорово стоит. Там постоянно взрывается все вокруг. Возможно, какой-то план сделать слишком сильного Сен Кинга, чтобы сыграть от него как-то с первым номером в этой игре? Как вариант? Не знаю. Хотя Queen of Pain на эту роль тоже подходит неплохо. Ну, мы решили так. То есть, если, например, будет какое-то послематчевое интервью, вдруг неожиданное, можно этот вопрос задать. Это довольно интересно. Почему именно так? Самому интересно услышать. Окей. Снизу, тем временем, четвертая смерть уже у ребят с команды Five Men. Это снова Пангалер. И там, получается, два раза погиб Пангалер и два раза вроде как И я бы хотел отметить вот какой нюанс. Если в прошлой игре точно так же получилось, только там Меркл на инвокеры забирал фраги и бог с ним, то в этот раз тут Аркварден. Это поинтереснее. Аркварден — это не инвокер. И какой-то контрри Аркварден. Ну, то есть, нет такого, что как в прошлой игре, где просто думные инвокеры и все, забыли. Аркварден в любом случае будет создавать проблемы. А мы знаем, что Меркл — это очень сильный Аркварден. Помним все Эпицентр, например, да и вообще он много раз на Арквардене не показывал. Последнюю игру, если вспоминать, она очень уверенно и очень быстро закончилась. Но и с такими темпами здесь все может повториться, потому что уже четыре фрага и, я так понимаю, Мидас будет очень быстро и, похоже, в этой игре для него. Да, и поддавить действительно можно. То есть, чем хорош Аркварден. Вот, пятая смерть. Здрасте, на линии Килинг-Спри, Миракл. как-то сами в него бегут и умирают. Потому что, ну, мы не видели начала момента, ну, конец момента довольно забавный. Он просто бежит в Миракл и говорит, на! Да, мы сейчас откормим Миракл, а потом стрики с него собьем. Ну, может быть, в этом плане. Может быть, 2-1 просто хочется сыграть тоже, знаешь, побольше игр, так интересно. Кто его знает? Да. Аркварден, чем сильная штука? Тем, что Арквардену так супердраг и Мизери. Но Мизери сейчас рискует погибнуть, для Карл Дайва нет. Ай, от Эйса, отлично. Под Винкой просто Аркварден легко вышки ломает за счет ренджа. Просто стоит и ломает, просто стоит, ломает. Ультимейт от Чеси залетел, давило, и, может быть, Джейдж еще умрет. А что по фанфу фраж? Ну, Джейдж нормально, он забрал баунтируну, даже если он погибнет, все равно польза. все равно польза. Мы спрятали его. Эйсу бы фраг, конечно, оставить в идеале, но что есть, то есть. Чеси свои планы на это делал, да. Я по итогам бестолково пробегал. Получается еще много дэмэджа, неприятно, придется бежать. Ну, так-то у него есть, конечно, доппельгангер, но его сейчас майн-контрол затыкает, сюда еще приходит Виха, делает фраг в итоге. Ну, АФК, короче, Эйс оказался по итогу. Да, доппельгангер был в наличии, мог попробовать полноцевать как-то, но не ожидал, что Квин оф Пейн уже успеет перетянуться. По итогу, пятая минута, Миракл горит пламенем уже, потому что Келлингспри заработал на линии, и что-нибудь вообще по фарму. У него там уже, по идее, должно быть все близко-близко к Мидасику. Ну, наверное, так и есть. Уже там 3000 еще на Творца. Вообще, учитывая, как тут игра начиналась, он мог сразу начать меня спать, но Миракл, он любит купить статов, шарит, что это важно, поэтому... Ну, обычно бывает там два вразбэндика каких-то появляется. Да, на очередной раз Пайлайдай и Эксиви пришли. Ну, втроем, втроем, да, на Миракла. не знаю, Миракл тут отбивается, конечно, он все-таки погибает. Подкоп от Син Кинга по двоим, неплохой на развороте Ромена, пробить Бэй, Пайлайдай тоже отправляется в таверну, погибает только еще и Винга здесь, но в любом случае хороший размин, сбили стрик, но, возможно, план был в том, чтобы откормить Миракла и потом забрать. Да, 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 и ведь сработал, действительно, забрали, но размин дали, Миракл, скажем, сейчас переедет куда-нибудь, возможно, в МИД, предположим, там уже поинтереснее будет стоять. Засиделся Миракл на сложный. Так, эпицентр потратил, не забрали чейзи снизу. Такой себе эпицентр, конечно, получился. Обычно вообще не качают на первом, ну, первый ультимейт, как правило, бывает. Ну, что-то почувствовал здесь Минт Контрол, что попахивает замесами, прокачал, но, как мы видим, лучше бы не качал. Ну, да. Так, в МИДе пока что Клоквер постоял, повпитывал экспу, пока линия свободная, сюда также перетянулся Джейдж, в принципе, наверное, за тем же самым. Да, Миркл остался снизу. А Айс остался сверху. Ого, А Айс нашел Желе. Ну, если сравнивать Айс с Мирклом, пока разница в тысячу голды это неплохо. Вопрос только в том, насколько быстро появится Мидас, потому что с Мидасом еще быстрее начнет разгоняться Миркл. Снизу снова нападение на Пангольера, и он сейчас умаева-то самое произошло с ним, да, он погиб. Слушай, Желе, это Желе, да? Желе, да. А где-то нарисовано Сота? Медовая сота так и есть, вроде как. Royal Jelly. Это медовая сота? Вроде как, да. А почему ты так уж сказал, что это Желе? Royal Jelly называется. Ну, я спросил, Джеле, это Желе, а ты скажешь, да. Ну, называется как Желе, в России называют Желешкой. Да ты что, я спрашиваю перевод. Это как Бог-бог, Royal Jelly это, конечно, медовая сота. А, медовая сота. Да, само собой. Понял. Но у нас, у нас, у нас это Желешка просто и все. Ну, я гулись, короче, не знаю. Так, ладно, Медас готов, Медас готов до восьмой. Но Royal, это же королевский. По-моему, если именно в сочетании Royal Jelly, это именно медовая сота. А, это как, это такой сленок, да? Угу. Хорошо. Миракл снизу, продолжает толкать линию, наверху Ace продолжает также фармить. Там погоня за Вихой, но Виху просто делает ТП, его не заберут никак. Окей. Вышку снизу может там как-то пооборонять, конечно, Пангольер. В принципе, чем он и занимается. Успокоилась немножко игра. 2000 тем временем преимущество за командой Нигма. В миде Джейдж получил уже шестой, кстати. Это другое, кстати, Royal Jelly, но... Но суть одна. Да. То есть, нет. Ты просто прикапываешься к деталям. Не-не-не, там вообще другое. Ладно, все. Не важно. Ну что ж, хорошо, хорошо. Очень здорово. Очень здорово. Мы видим, как Майндекдролл нападает на Чейсер, копает его и пошел. И поздно. Ну, кстати, неплохо. Раскистовали еще. Эйсус зацепила, кстати, ультимейтом Квин оф Пейн, но гоняться за ним никто не стал. Забрали Фуриона. Уже хорошо. Фурион-то так-то самый богатый персонаж в команде Five Man. Вот. Да, Энигма хорошо идет, хорошо идет. Попахивает 1-1. Ну, вот как-то на самом деле больше всего это-то и было вероятно, что в итоге эта серия тоже 2-1 будет заканчиваться ввиду того, что Five Man, конечно, выиграли первую, но это скорее похоже на некоторую микросенсацию. Вроде как не должны они выигрывать. И вот Энигма начинает во второй карте очень неплохо отыгрывать. На Джейча в миде нападение контроля здесь неплохо. Какое нападение так? Ну, Джейч умрет. Ну, все равно сколько они ресурсов потратили, сколько они всего потеряли. И там уже, по-моему, крадется кто-то и хочет на перерезе убивать. Это Сэн Кинг. Но у него нет ультимейта, правда, разве что он просто подкопает, но в итоге никого не стал ловить. Десятая минута просто, видимо, пошел баунти руна контролить. Так и есть. Ага, и встречают здесь Туза, Тузевича. Не подкопал. Не подкопал здесь. Эйс в итоге не перекликнул. Эйс хочет эту руну взять, но, по-моему, это... Не взял, он сейчас может умереть. Он не взял, да, потерял все хп. Ну, не умрет. Но нет ультимейта бывает блок в итоге. А майн-контрол стоит как под душем. Ну, тут слушай, панголер с ультимейт там успеет ли? Нет, не успеет, наверное. Вен Висел. Ну, я тебя... Так, кажется, его не найти. Мизри погиб. А ответный кубик не хотите в лицо? Ну, вообще-то не хотим. Ну, вообще придется получить. Он свалился. Так, Эйс. Ну, Эйс очень битый. Слушайте, он разводить будет. Ах. Разведешь тут с таким количеством хп. Ну, блин. Ну, он хотел. В это время-то Миркла никто вообще не трогает. Шесть тысяч Нитворса. Ну, почти. Да. Боюсь, что эту игру февменам не выиграть никаким образом. Ну, темп очень хороший. Взяли, конечно, Нигмы. Здесь ничего не скажешь. Ну, темп хороший, пик отлично у них в этот раз. Все здесь как бы более, гораздо более логично. И лайны выиграли. Ну, но только в этот раз не кэрри инвокера, а нормальный кэрри, как бы адекватный, который будет кэрить эту игру. Я боюсь, что уже все очень плохо. Да, Мизери тут неплохо прогоняют. Миркл пока что юзает тут копию свою. На том же Травала. По полной. И уже, я так понимаю, молнии не за горами. Либо же Травала не знает, что он все-таки себе соберет. Нападение на, кстати, оригинального Миркла здесь. Но Феникса яйцо, но его очень легко же сломать. Слушай, сюда перетягивается Нигма. И свап от Винги. В итоге Миркл выживает. Сломали яйцо. Нет, все-таки добились ракетки. Погибает. Правда, здесь еще и Клокверк. 2 в 1 пока что. Размен. Майн-контрол пошел вперед за Чейзи. Есть подкоп. И эпицентр также имеется. Чейзи прячется сюда. Катится Пангольер. Кстати, неплохо въезжает под Тавр. Может быть, у нас тут как-то разменяться. Еще разочек сверху. Нужен спешбакл туда же. РМН очень битый. Майн-контрол тоже. И это будет еще один минус. Да ладно, Майн-контрол, беги, беги. У него вообще нет ресурсов никаких. Гончиком шпаги достал там Пангольер. В итоге получается, я даже сбился со счета. Был байбэк от Кокверка, да? Ну так, байбэк от Кокверка. И они сделали минус 4. Минус 4. Да. Не, ну там прям просолка Пангольера. Так, сверху. Просолка пошла от Джейча. Кубик зеленый работает. Неплохо. И еще разочек. И еще разочек. В смысле? Вот так вот Солянова от Джейча сюда приходит в Мизери. Алло. Да, есть что-то как-то не радует пока на второй карте, мягко говоря. Стан залетает от Феникса, Феникс тоже погибает. Ну, Джейч, да, тут устраивает, конечно, веселуху, но, честно сказать, я вообще не понял, как это возможно. Я, как там говорится, я, конечно, все понимаю, но вот этого я не понимаю. Да, соло фраг от Рубика это очень интересно и мы понимаем, что это очень сильно откидывает Фантом Лансер по фарму, у него 4200 там практически на Творс, а Миракл уже почти 7000 и продолжает расти. Да, он все-таки молнии себе взял до Тровелов, чтобы быстрее фармить. Ускорить ферму хотелось бы и вот, собственно, она уже ускоряется с молниями гораздо лучше идет. Это все... Да, но Миракла будет очень много, а у Лансера очень мало, он еще вот такие вот смерти допускает. Вообще у Рубиков топ-3 на Творс на карте как-то так получилось. Получилось так, так и Queen of Pain скоро догонит, я уверен, и перегонит даже Бейла по фарму и ситуация такая, что отбиваться непонятно как, вообще чем отбиваться против агрессии команды Нима, которая будет далее. Тешло, так он не к мужу агрессию проявляет. Уже две вышки пушат с двух сторон, в Минде Миракл заталкивает линию. Я так понимаю, смог в попытке найти Миракла, но я не знаю, успехов, конечно, команде Five Man. Не, ну что, можно от него? Давайте посмотрим. Вот и он. Ну, окей. Опа, попался. Ну, а так что, вот нашли и, кстати, убьют. Ну, кстати, да, слушал он все. А что ты, а я что-то думал, что он хитрее будет как-то перегляться. Да нет, ну зачем быть хитрее? Тут у нас Чейзи страдает, правда, эпицентры, он тоже погибнет. Получилось, что Миракла разменяли на Фуриона в Миде. Опа. Привет, Мизери. Пока. Прибить. Нет. Да, пока. Да, Джейзи таких не отпускает. Жестко, жестко, жестко. Ну, хорошо, 5-мен все-таки делают эти фраги на Миркле. Это важно. Дважды ему сбили. Темп все-таки не дают уж совсем как-то безнаказанно фармить. Но Миркл все равно умудряется как бы идти с очень серьезным отрывом. Даже несмотря на смерть. Ну, молодец. Но он в любом случае будет обгонять Квейла по фарму в разы. И тут у нас Эйс снова подставляется. Эйс, конечно, вообще игра не сдалась. Виха хочет, смотри. Хочет, хочет. Он сюда летит Фурион с Аленсом, кстати. Да, и сейчас можно Вихту поднаказать. Да можно. Но это Виха, это мой любимый игрок, кстати. Вот тут вот Виха и Койква два. Прям божаю. Да, так, Бангальер залетает. Неплохо Клоквер, Кэромена подцепить из-за медления. Коги ставится здесь, свап от Винги неплохо. Спацан Рэй прямо себя засвапали, но Винга погибает. Покатился у нас господин Пангальер под вышку. Сюда приходит Чези с Саленсом, кстати, ставится Супернова. Джейча могут забрать. Надо бы, надо бы, это вкусный факт. Трипл килл делает Чези, и это еще не конец. Зарывается Супернова, подставляется Майн Контрол, Сан Рэй работает, но правда битый очень фурион, нужно, наверное, отступить. Да, и на этом драка закончится. Да, еле ноги... Ооо! Ну что ж он не поверил? Он не поверил, он не видел, не видел. Ладно, ладно. И не поверил. Но был бы такой Пок Чуам, конечно. но нужно верить в себя. Вот видишь, Вика не поверил. Миркл бы точно дал ультимой. Точно. Сто процентов. Офигеть. Ну да, графики, конечно, просто фантастика. Слушай, а хорошо ли это или плохо? Как нам понять это? Ну я в том смысле, что здорово, что у него много, но выиграет ли он игру? Ну опять же, это здорово, когда ты особо не крадешь ничего у своих тиммейтов. А что он украл? А ты следил? А он только врагов крал. А ты следил? Ты следил? Ты точно знаешь? Камеры смотрел? А может ты крал? А может ты крал? А может быть. А вот он подставляется, может быть, Клокверт. А может быть умрет? А нет, а не может быть не умрет. Есть хукшот. Так вот полетел и молния. Неплохие такие плюхи долетают, конечно, но он выжил. Выжил. Пайлайдай, наш друг. Ну что ж. Кстати, подождите. 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 А ну-ка, а ну-ка. Вижен. Романыч, давай. Хорошо. Убить. Хорошо. Роман украл фраг. Ну, понятно. Ну, тем временем-то ЭС фармит. Все-таки время выигрывает команда. Пайлайдай бегает. Ему как минимум диффуза нужна, конечно. Диффуза появится, в разы проще будет драться. Не, не знаю, с кем там драться будет проще, но... Но хотя бы... Еще КП, там, Сент Кинг. Роман забирать, там, Джейдж, который, может быть, загуляет. Очень тяжело будет пока что. Я вообще не знаю, тут лансер мне не нравится. Снизу, на честь, нападение. Еще и подставляется Панголер, который... Забавно. Ты видел у него, что было? Да. Его сплющило, короче. Как желешку, реально сплющило. Его сплющило, тупо. Что такое? Так, Панголера не отпускает, он, наверное... Он будет давать. А Саленца не отпускает. Два дизарма. Ну, это классика жанра, это как с Братрумом, знаешь, который там выписывает каждый дарбаш. Да 17%? Да, 17% это нифига не 17. Конечно, это обман. Так, тем временем обновленный коэффициент у нас от наших друзей из париматча. 8,5 уже на команду Five Man и 1,05 на команду Нигма. Ну, понятное дело, почему уже 8000 преимущество на 17-й минуте? Это как бы серьезная заявочка такая на победу, я считаю, для команды Нигмы. Да, 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 да. Я боюсь, что у Five Man очень мало шансов. Прям вообще они... они тают на глазах. Да, и ни одного героя нет, за которого ты можешь зацепиться. Вот сейчас он чуть-чуть еще пофармит и вроде они соберутся, перевернут, нет, нет такого. Так, вот лансеру бы тысяч пять нетворца сверху, пять тысяч. Ну, хотя... У него всего 7, еще 5 бы. И можно было бы сказать, ну вот сейчас лансер может подраться, хорошо, но я боюсь, что такой лансер ни с кем подраться не может. Феникс тоже очень бедный. Ну вот один только вот этот парень летает. Пангольер куда-то, дежавю врубаем, в итоге помираем все подкоп от майн-контрола, шикарный. Миракл прилетел уже в драку, Чеси сейчас тоже помрет. Минус 2 уже делают Нигма, забрали только на у Джейча, свапают у нас здесь Пангольера. Пангольер, Пангольер тоже отправляется в Товерну. Сегодня на свап, да, смерть. Ну, смогли Джейча загнать все-таки, добить, но... Но изначально атака совсем непонятная какая-то была. Чувствуют его прям, чувствуют запах лансера. Это вот настоящий, да. В лансерах. Да. Интересно, чем пахнет лансер. А погоня за айсом? Лансер пахнет примерно 400 голды. Запах у него что-то типа того сейчас. Ну, кстати, ну, не так просто убейте. У него худ там. Да. Вот его спасает. У него худ, он такой, ну, брони много, он же агельчик все-таки и худ. Так что вдвоем не взять. Ну, был бы там рядом этот, может быть, какой-то Миркл убили бы, но пока. Сейчас эпицентр есть у Мэтта Тролла. О, Мьолнер. Видишь? И, возможно, будет Дракон, но нет. Да, Мьолнер уже готов до 20 минуты. Уже неплохо. Получается травела, Мьолнер, Мидасик. Уже все хорошо. Конечно, неплохо. У него 12 планет личных творосов до 20 минуты. Это, значит, довольно-таки много. И тяжело будет сейчас. Повезло. Повезло файвменам, что у них где-то в пике появился Фурион, и он хотя бы может отпушивать это довольно быстро. Трис может умереть. Да, подкопали вроде как его или нет. Непонятно. Не может раскастоваться майн-контролл. Я так понимаю, был потрачен, кстати, эпицентр, но неважно. О, отличное яйцо. Ну, кстати, неплохое это яйцо. Да нет, такое яйцо. Разобьется. Окей, просто Миракл прилетел, до этого не было кому бить. Раскатался вроде неплохо Пангольер, но не смог добить майн-контролла. Ультимейт от Фуриона залетает. Саленс также попадает по Джейчун, флабежит эйс, Соник Вейв отличный на развороте от Квин оф Пэйн и вот уже погибает Пангольер. Даблкил делает Миракл, пытается убежать эйс, но его подкапывает здесь майн-контролл, сбивает Чейз и еще телепорт, он уже на своем пытается улететь, но его никто не отпустит. В живых остается один эйс, который выходит за счет... Майн-контролл фоткал его, я смотрел. Но он до этого подкоп потратил. Да, но он решил себе купить Улл, чтобы больше такого не допускать. И в принципе может быть оно и правильно. 13 тысяч, ноль вариантов в игре Драку. Уже видно, как Нигма практически на райт-клике убивать начинают. Ну, огромный, просто огромный Аркварден, просто огромный. Посмотри на это. 17 уровень, Мьолнер. Ну да. Почти БКБ. Да, БКБшечка появится, все, он будет не уязвить. Денег. Ты ему уже ничего не сделаешь, погибает Феникс снизу уже. Вдвоем справляются здесь Нигма. И ситуация все хуже и хуже. Фармить негде Фантом Лансеру вообще. Да, все уже за карту забирают. Остается буквально чуть-чуть спотов рядом с базой. Опасненько было. Успевает, айс уйти. Да, диффуза появились, но это капля в море. То есть, все еще там сколько? Тысяча 100 кп, наверное, на нападение на копию Мирыкла. Но я боюсь, что копия сейчас может еще и объяснить, кто тут бать. Так, да. Ну, как объяснить? Ну, слушай. Так он убил его, да. Так он объяснил, кто тут бать. Ну, о чем и речь? Что слишком большой, слишком большой Мирыкл. Мирыкл, да, вырос. И не в БКБ. То есть, если бы еще до БКБ, можно сказать, ну, там Лансер как-то накинется, не знаю, убьет там с диффузала МО, может быть. С БКБ все, никаких вариантов. Да, диффузал не работает, но он не работает. Ой, эй, прямо на Фантом Раши забежал под подкоп. Ну, да, тут все шикарно. Конечно, правда, есть захил. Вовремя вкатывается Панголер, но в итоге ни по кому не попадает. Виха уходит. Майн-контрол спрятался в песочке, пока закопался, но повезло, что Панголер рядом оказался, иначе бы Эйс погиб. Ну что, 17 тысяч. Так, БКБ готово у Трэнд Протектора. Трэнд Протектор? Ой, фу, господи. Простите. Да нормально. Френа, у Френа. Есть что-то у них схожее. Да, они из одного семейства друидов, наверное. Ну, хотя они совершенно разные. Хотя нет, ну как. Я хотел сказать, что Френа в церемонии сломает, но он не ломает, он как бы призывает их на помощь, а они не против. Они трансформируются. Это да, это древопил этот мерзкий, он их враг по-любому. Они все его ненавидят. Резрак этот, я тоже его ненавижу, после этого лабиринта гонимая. Ой, сколько же он кровью попил. Очередная драка сейчас будет. Т2 пока что ломает Миркл. Так. Дизарм, ну, классика. Классика. Но правда, классика так же, что сейчас и Пангалер погибнет за это. Ну, это да. А тут уже все, ну а как что-то делать? Тебя, как бы тебя где угодно видят и убивают? Все, нет вариантов драться. Файлай, да, и скрывают. Все, летит в него позже. Эй! Сгорел. А, так это заменитый Нигвы, ой, Нигвы, Миркл под Аркан Руной. Ну да. Да, так и есть. Погибает Пайлай, да? Заберут сейчас вышку, скорее всего, на центральной линии. Там копия уже полетела наверх отпушивать, потому что здесь Мизери вместе с Чейзи немножко затолкали линию. А Миркл под Аркан Руной, поэтому легко отпушивается. Все очень. Да. У него кулдаун на ультимейт очень низкий. На все низкий. Короче, жесть. Короче, это жесть. Ты видишь? Ну да, падает Т2, Т2 никак не защитить. Фантом Лансер в это время на базе вообще стоит. Я думал, что где-то фармит, но нет. Снизу фармит там у нас Фрём, потому что может себе позволить летать по карте. А Пайл просто ждет, пока крипы дойдут до ХГ и пофармит их, наверное. Так, ну что, можно Т2 забрать, как вариант слева, попробовать, может быть, Рошана и заходить уже на ХГ? Да, наверное. Ну, я к тому же, а что еще нужно? Немножко уже как-то безысходность ощущается в этой игре, поэтому как-то энтузиазм пропадает. Ну, я просто вообще не вижу, как Файвмен что-то мог. Ну, вот они опять выход какой-то совершают. Какой-то хукшот непонятно на кого, на джейша. Ну, да, опять же еще бедного хотят убить. Но в этот раз джейша не дадут в обиду, я почти уверен, тут сейчас всех убьют за джейша от джейша. Ну, Пайлайдай как минимум уже умер, нужно уходить в АСу. Этот парень тоже, вряд ли, далеко уйдет. Здесь уже и Миркл. Сюда Миркл прилетел? Миркл сейчас разберется. АС просто АФК встал на какую-то... Ну, он типа пытается развести всех, что он такой умный, типа хитрый, на что есть у вас. Да, и у них есть, кажется, Рошан. Мне кажется, в этот раз они на Рошан пойдут. Про команду Five Man. Чем отвечать-то? Нечем. 20 тысяч на 25-й почти минуте. Это очень много, да. Там еще же важно то, что не только деньги, не только деньги, но и опыт. Огромные уровни. Вот, например, Венгай 15-е. То есть все скиллы уже раскачаны. А образный какой-то Клокверк, какой он там уровень? 12-й. Клокверк, пока Соло нападает на Мирклана, оригинального причем, но здесь уже РМН не успел забрать по Лайдой. А что с Мирклана навк встал? Ну, законтролился, видишь? Слушай, ну... Мисс. Нормально, нормально. Забивает. На это посыпай байка, кстати, молодой человек. Уже все. Ну, уже невозможно убить. Вот Миркл, в принципе, уже нельзя практически убить в этой игре, потому что, ну, конечно, я думаю, это один убьют его, но еще у него БКБ, то есть на него лансер даже нападет, он просто БКБ нажмет, и лансер там рассыпется, и все там рассыпятся. В этом проблема, что... А, тут Шиво уже, елки пахнет. Да, да, да. Так это все вообще. Шиво забирает. А, что-то кранжи подвинут, все, он может теперь вышки осаждать. Да, вот сейчас забираем Т2, доконтроливаем руны спокойно, заходим на Рошана, забираем Аегис и, наверное, заканчиваем игру, я не знаю, какие еще тут опции. Наверное, снизу вышку еще можно, конечно, для проформы забрать, чтобы потом можно было в случае захода на рампу с разуми крипов там как-то делать. Непонятно. Ну, тоже Нигмы как бы не спешат никуда. Да. Совсем не спешат. Какая-то грустненькая в итоге вторая карта у нас получается. Ну, немножко... Ну, на первой у нас, по крайней мере, было веселье, там, наша интрига как-то до последнего Нет, потому что вели Пайвмен, но, да. А Нигмы как бы пытались отбиваться, как гордые львы такие. И Нигмы, как команда более квалифицированная, скажем так, более опытная, более скилловая, можно так сказать. Ну, у них это получалось. Но все-таки задавили их там из-за драфта, ланнинга и прочего. А здесь ситуация обратная. И Пайвмен, они тоже пытаются что-то нам показать, но у них не получается. Майн-контрол вообще что-то не идет с подкопами в этой игре, которые вижу раз, он не докапывается по итогу. Эх, обманули Эрмена. Но не остальных, ребята. Остальных не обманули. Эйс умрет сейчас, скорее всего, еще не подкоп. Конечно, тут даже его никто не спасает. Он вообще шел фармить. Там сразу же перетяжка наверх и нападение на Чези и БКБ, эпицетер. До свидания. Снизу. Снизу также, я так понимаю, копия, копия Миракла. Она уже и так заканчивалась. Вышку забрали. В любом случае. На Чези без БКБшки теперь, конечно, от МКБ еще. Фаржейс, конечно, графику Миракла. Миракл. Почти МКБ уже. Смог. Смог атака от команды Нигма. 27к. Свап от Венги. Я так понимаю, Пангалер уже умер. До свидания. И можно рампу поковырять. Минус 2. Ну, с такой рейнджой, конечно. Ну, Арканруну в очередной раз у Миракла. Сейчас там все будет в этих ловушках. И у меня до сих пор перед глазами эта история, когда на эпицентре Каста Миракл все заставил. Не, Рошан-то еще ладно, но потом заставил всю базу, там, ну, просто шел мимо и в него 4 или 5 духа залетело, он просто умер. Ну, тут уже вся база заинвинирована. Да, да, да. Так, подставляется Феникс, Феникс минус, байбэк имеется. Если что, Эйсу как больно свапают Эйс, Эйс тоже погибает. Так он свапнул или что там произошло? Бинга свапнул, да? На кучу этих мин. ГГ. ГГ сдают. ГГ. Ну, все прекрасно. Спасибо, так сказать, уважаемым Февмен, что они стали тянуть до последнего, хотя тут недолго оставалось им. Очень бодрая стратегия. Я уже давно видел ее несколько раз в разных регионах от разных коллективов. Именно Винга и Аркварден, по-моему, работает великолепно. И тут вот показывают. Возможно, мы дойдем до того, что против Нигмы в первой стадии будут банить все-таки Арквардена и не будут оставлять его, потому что он сразу же появился и мы видим результат. Единственное, что я не понял в этой карте, ну, может быть, аналитика на более подробно объяснит это, почему именно свапнули Queen of Pain вместе с Энкингом линиями. Да, фиг его знает. Да какая разница? Как говорил Рамзес на днях у себя на стриме, ему кто-то донатит и говорит, слушай, а почему ты там покупаешь образно Power Threads, а не Фейзы? Ну, такого рода вопрос. На что Рамзес просто ответил, да чувак, ну, делай как, играй как Апокарь. Да нет, ну, я понимаю. Вот понял, просто, и если что, вот люди иногда там, знаешь, пытаются найти объяснение всему, а на самом деле просто по кайфу. Понял, понял. Просто по кайфу, говорит Мэн Контролл, хочу в МИД, там по кайфу, и пошел, и все. Как итог, 1-1 и третья карта расставят все-таки, кто здесь сильнее, а пока мы передаем слово нашей аналитике. Да, именно так, более подробную статистику матча вы можете найти на cybersport.ru, и мы сейчас с хлопцами обсудим, что же все-таки произошло на второй карте. Очевидно, да, что у Нигмы намного больше потенциала в этом БО-3. В принципе, первая карта, которую мне удалось забрать, была просто, ну, случайностью и драфтом, аутдрафтом, ну, а здесь уже с более-менее равными возможностями Нигма справилась более чем, и, конечно же, Миракл, но с вами Марк Вардене показал нам Кузькину, так сказать, вот, которую нам предлагали другие политические лидеры. Вот, давайте, друзья, обсудим, как же все-таки все случилось. С геймстадией, мне кажется, все было уже достаточно хорошо. Во-первых, нельзя так фидить, на вторую игру подряд, но что-то происходит? У тебя герой умирает каждые 30 секунд. Просто у тебя приходит герой на лайн умирает, приходит герой, телепорт делает, умирает, телепорт делает, умирает. Что это такое? Ну, встань ты по таврам, не отдай ты 200 голды, не знаю, делай какую-нибудь пулу, оттяни линию. Почему у тебя герой умрет, не знаю, герой умрут, как мухи там. Это полный бред, они там, реально, каждые 40 секунд, там, тире минуты делали килл. Ну, это слишком много. У них очень активные персонажи, то есть, у тебя скрипион без кулдаунов особый, то есть, он может воевать без ультимей. Нет, я про лайн говорю. А у тебя Vengeful Spirit и Аркварри, это тоже кулдаун, убивают героев. Вот, здесь, игра на личном исполнении, на самом деле, все строилось. очень круто отыграл, во-первых, Джаш, это просто один из, наверное, сильнейших, мощнейших рубиков, который там за последнее время был. Вот этот вот соло-килл, там, но о ланцере, когда он просто своровал, не на ланцере, по-моему, он убил ланцера, сорвал ульт Пангольера и закатывал его. Как-то так было. Это тоже. Ну, ульт Пангольера, если он отдан, то это проблема Пангольера, а не то, что Рубик крут. Просто потому, что ты сейчас нажимаешь сразу джамп. как бы сидишь, смотришь на Нетворсы, ну, там где-то сидит РМН, где-то там против него сидит Мизери, Пайлайдай, и потом это вот Джаш, просто Джаш, гигант. Очень не задалось сначала, потому что Нетчет Профит мог бы там пораньше чуть-чуть нафармить себе Ворчет, опять же, он очень много наумирал. На старте от этого Ворчета можно было бы отталкиваться, делать хорошие ганги, очень поздно он у него появился, поэтому не было активной игры. Вот они в мидгейме неплохо-то погангли, они там два выхода сделали, сделали там по минус 4, по минус 5, но после этого, опять же, их за счет хорошего перефарма и за счет хорошего старта Нигма закатывала просто уже в пол. Тут важный момент, на самом деле, связан с тем, вот как передвигались Нигмы, что вот не было момента вот из-за того, чтобы подфит на линии, где можно было бы встать и поформить. То есть где-то сидишь и думаешь, сейчас я заберу от веру на справа, противник веру на слева, то есть вообще нон-стоп, просто экшен, постоянно нападение, 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 нападение происходит. И из-за этого Пэл, он просто не успел выйти в те слоты, которые позволили бы ему ворваться и как-то хоть начать кого-то убивать. То есть очевидно, что там, да, ему 10 минут фарма не трогая, он выйдет там, диффуза Аманта какие-нибудь, там, старт какой-нибудь БКБшки и убьет Тевенгу с Иллюзией или Рубена и все будет типа хорошо у них. А тут, что не файт, вот уже Арквардный Масторм, вот Арквардный Мьонер, вот у него еще какой-то слот. А Пэл, вот он все на своих там 7 тысячах барахтается и ничего просто не может сделать. И вот этот темп, который Нигму поставил, а файфмайнер к нему просто не готовы. Еще на старте ты когда видишь, ну, примерно линию, да, Аркварден и Веншфул Спирит, это лайн, где у тебя люди, ну, сурки прям наяривают очень жестоко. Туда лучше Феникса перетянуть, чтобы вот про такого лайн стоял Феникс, потому что он на Файр Спирит и не дает тебе как бы нормально стрелять, мешает тебе фармить и у него и Кажус Дайв есть. Он всегда может уйти в отличие от Клокверка. Клокверк не может к этим двум ранджевикам подходить и пытаться с ними размениваться, батареями как-то прогонять, потому что он получает стан на втором левеле, минус армор, да, спарка и все. Ну, мы видим, да, вот сейчас как раз показывает статус, тут типа в 7 раз меньше дэмэджа, 0,5, 12, 12,3 у Миркла, ну, это совершенно другая ситуация, что такое? Ну, 7-6, на деле 5. Ну, все, нормально, давай. Я говорю, в смысле, вы 5, по-моему? Да, ну, то есть 18,3 это 6. ну, примерно, да. У него больше 3, ты понял. Thanks a lot. Математич к нам присел. Вот, да, и тут очевидно, что это просто ПЛ такой не может воевать. Ну, да, опять же, из-за того, что этот Рубик его еще соло-фраг сделал, тоже, то есть им вообще нельзя было умирать, чтобы хоть как-то ивать, то есть, потому что, очевидно, он Мидас не собирает, Аркварден собирает. У Арквардена 2 Мидаса, потому что у него иллюзия. И чтобы догнать этот момент, нужно принимать участие в файтах, делать фраги и не умирать. Пл не справился, ни с первой, ни с второй он соло-рубик убить не мог, умирал от него. Поэтому такая ситуация. Поэтому вот парень за стеной мог бы занести соточку. Именно так. Ну, а мы, друзья, с вами отправимся на небольшую паузу, я полагаю, уже сейчас сможете передохнуть, чтобы подождать третью карту. Но на самом деле мы здесь в комнате ожидания Flight of Moon против WoG, вы ничего не подумайте. Для нас это матч самый принципиальный и самый интересный. И как для СНГ зрителя, и, наверное, с точки зрения баланса сил на карте. Поэтому отправляйтесь на паузу.